так но всем здравствуйте сегодня 26 сентября 21 года вот при прибыли мы домой в ульяновск и вот просто хочу показать все что мы купили и то что нам еще и подарила дочь потому что дочь нас там встречала в ладикавказе потом она ездила в горы значит там ну как вы на экскурсию вот и там на тоже закупала и как бы нам уже подарила часто находится в пятигорске она оттуда поехала в грозный от грозного в пятигорск тоже путешествие тоже снимает ролики начну наверное с того что она подарила вот такой чай конечно когда подарок цену не знаю вот эльбрус здесь состав чаев идет из получается три вида чая два пакетика а это наверно пять тысяч шестьсот сорок два метра от уровня моря там же она купила вот такой мед вот этот мед с облепихой облепиха здесь листочки а этот мед она купила там еловые такие веточки зеленого цвета это как бы подарки дальше чаблец купили мы вот на этом рынке здесь написано 200 но две пачки надала по 150 то есть вот за это 300 мы его взяли во владикавказе вот он но написано 200 горяли он по сто пятьдесят раз две пачки значит она сделала скидку от этого 300 рублей и еще брали пачку чаблеца мы его смешали уже пили дополняли так во владикавказе мы купили вот этот вот анис вот эти вот звездочки видите мы их уже рассказывал что мы их перемалываем через кофемолку добавляем в чай она имеет такое полезное вещество здесь она и от кашина применялась вообще раньше вот может быть кто помнит да было такое средство аптечное называлась алтейка вот она делалась из этих вот они звездочек взяли много то есть нам хватит на долгие время долгое всю зиму может быть даже еще больше это еще положено дальше значит это все сувениры сувениры и подарки получается как вот такой магнитик вот такой колокольчиком это вот благословение дома но православные знают что такое можно значит вот этот там икона значит при входе в дом для как оберег что ли называется этот подарок дальше магнитики вот такие вот это голубые озера чегем 2021 это вот виды эльбруса это тоже магнитики тоже это подарок сделала дочь потом она такой вот еще подарок длины национальный парк алания то есть это северная осетия владикавказ тоже магнит вот он только он такой гибкий такой вот он пластина но такая клей клейкая вот на холодильник у нас конечно места там уже нету куда лепить но надо взять так значит белье белье это мы купили в гербенте это женское белье там они получаются такие паковочки она недорогое чистый хлопок это узбекистан 5 наборчики и стоил он сколько же он стоит и 500 чем-то рублей 500 рублей 5 штук так сам же гербенте взяли вот такие вот они были здесь еще так вот скреплены это я уже сама тут и вскрывала потому что необходимо было взять вот такие салфетки для уборки какие-то флисовые или какие вот они ведь две желтых две голубых и две розовых такие вот салфеточки вот такого размера ну окна протирать там не знаю они очень хорошо влагу собирают и приятные так дальше идет взяли внуку внука опять же гербенте взяли вот такую вот футболка с длинным рукавом вот здесь пишет как бы 9 лет 9 лет сто процентов как катон хлопок но это не надеяно то у нас он крупный ему будет пять лет но на вырост если большой она большая то на вырост получать таких взяли три футболки в подарок это с мультиков дональда здесь и эта собака которая плутал вот это вот сам микки маус но тоже приятные это тоже не сказали что узбекистан так вот такие мы взяли трусички как они называются боксерки или как они у него тоже может большие но на вырост так носочки с мишками такие мишки мишки с ушками носочки вроде бы по нам надо растягиваются поэтому по ноге подойдет так а вот штанишки мы взяли ну как удлиненные штаны наверно не длинные но я главное смотрела чтоб вот здесь подошло ему а уж длину то можно и укоротить случае чего или как-то подвернуть подшить потому что растет быстро вот так я ему подошли потом наверное или уж отрежу и перенесу сюда вот эту манжету смотрю в общем нужно верить на него и смотреть а может быть даже не будем трогать подождем когда он подрастет так это значит на внука дальше дочь что-то еще передала целый набор такой магнит здесь видите так интересный такой магнитик голубые озера мальчик в эту сторону тоже такой же оберег в дом такой же потом магнит и двух видов но какой-то себе она возьмет какой-то она на подарки тоже такая вот осетия тяжелый тяжелый какой-то матовый так конечно взяли мужское белье у нас здесь она и они дорогие вот такие вот серки там они по 150 рублей вот таких вот пять штук на 750 рублей вот пять штук вот они разного цвета тоже хлопок сто процентов у нас здесь они не 150 стоит конечно же нас они здесь и нами не знаю 350 стоит поэтому тоже это необходимо так по поводу взяли вот такой нож это в подарок нож называется герза вот у него такой идет видите стальная это сувенирный нож туристический вот к нему идет такие вот ножны они чисто кожаные тоже здесь выбитая герза вот выбитая можно их даже вот допустим на ремень подвесить вот так вот здесь даже есть такой хлястик специальный все это кожа натуральная вот ручка из орехового дерева это ореха но ведь они обернули пленочек чтобы это было все аккуратно новое вот пленочек сейчас немножко разверну я покажу потом заверну как и было что посмотреть какой на самом деле вот вот такой нож вот здесь так примут он сделан хорошо так это я заверну к нему идет паспорт вот они выдали паспорт к нему он идет сертификатом написано холодным оружием он не является то есть он как идет как разделочный так но туристический сувенирный нож ему идет такой вот документ вот с печатью видите здесь есть карантин обязательства все но что я хочу сказать что его провести очень сложно хоть и продавцы нам говорили что проблем у вас никаких не возникнет вы просто берете кладете его в чемодан и спокойно везде проходите ничего подобного не произошло в общем у нас было две пересадки в поезде на на обоих вокзалах нас тормозили вот из-за этого ножа то есть они же видят когда проходишь эту ленту то они видят что нож говорят нож у вас там да мы говорим да нож у нас сувенирный но мы к нам наверно повезло что мы не стали скрывать чемодан мы сказали что у нас есть к нему документ но документ они потом но они поверили что документ у нас есть все как бы они нас пропустили но почитали мы отзывы некоторые у некоторых изымают эти ножи при наличии даже этого документа отправляют значит на экспертизы разные потом суд назначает либо штраф либо что-то за то что человек решил себе купить такой вот нож он кстати кухонные можно же кухню резать как кухонный по сути-то он не особо длинный насколько здесь длина у нас кухонные вообще вот такие ножи вот но то не прицепляется к этим ножам взять для подарка но провезли моего вот его привезли но не знаю если сможете привет провезете не сможете смотрите могут его просто конфисковать все и потом концов не найдете вот это вот шампунь ксюша генерала помните вы нам сказали что это подделка а я же один скрыл и там это в гербенте как бы его испробовала вы знаете настоящий хороший шампунь именно тот шампунь который нам продают во всех магазинах вот смотрите и поэтому я когда посмотрела что он оказывается такой же по своему качеству одинаковый один в один мы туда вернулись и я взяла докупила еще пять штук вот они пять штук меня получились два таких вот два одинаковых вот этих два вот энергии океана потом два получилось спортивных мужских мэн таких два шампунь против перхоти и получились два одно одно зеленое яблоко одно водка какой-то кокосовый миндальный миндальная но они все такие вот как какой у нас сейчас вот такие вот такой шампунь у нас большой здесь стоит в общем около 300 даже есть некоторые 300 даже 20 и выше то есть мне кажется вот там они их закупают и разводство все торговые точки по всей россии этот шампунь расходится именно оттуда везут так что я не жалею что я взяла видно но надолго хватит так по поводу не так нитки я уже показывала рассказывала про нитки вот они даже видите в одном как бы покупаешь вместе смотрите а наматываются по-разному вот здесь толщина идет больше хотя она такая же полоса рассосов номер 40 вот они работники я взяла вот этих цветов это дышать я все оттенки но не все конечно получается белая черная белая это вот темно-коричневая бежевая коричневая такая желтоватая потом серый цвет цвет морской волны зеленый двух оттенков вот он темно-зеленый более светлый а это для джинсы они вот такие идут прошивать джинсы качественные толстые так эти все нитки я сейчас он скажу по 65 рублей вот еще белая не заметила она другая совсем смотрите это толще это намотана все равно больше но тут они разные получается что ли у них производители разные поэтому это вот относится вот к этим что ли ниткам на одинаковые намотка я смотрю это вот тоже такие же а это вот другие совсем вот если посмотреть по по верхушечкам они совсем другие но причем еще одна была распакована вот она была последняя я не знаю пользовались они едет так и есть так это флезелин я тоже показывала это на клиноклей в основе но кто шьет они знают что это такое вот черный я взяла и и белый так значит мало того еще здесь это я тоже показывала уже здесь у меня кружева кружева это я взяла для буду делать такую клеенку клеенку что же там купила на кухню такая будет у меня рюши такие кружевные будут рюши по всему этому периметру вот такие вот кружева мало того еще дочь купила и в пятигорске везет я не видела какие она на подобие такой вот толстенькой шитье и купила еще на в грозном тоже подарок такой вот шитье вот на белом вот так смотрится теперь вот на белом посмотрите вот так смотрится и а два и уже я уже два раз расходовала и вот такой вот бежевая то что хорошее в общем а ну там где-то где 250 стоит где стоит 300 за метр вот это вот стоит 350 за метр вот это вот все который переливается здесь молния шкурки блоки и вот такой вот тоже для украшения не знаю что я уже показывала но кто не видел просто смотрите что там все есть там только не так ну в общем то обзор я весь сделала может что-то яйца подзабыла что-то может уже на кухню несла вот в общем так приехали домой находимся дома у нас дождик идет на второй день так что вот так вот а тут висит мой портрет это я была в молодости когда пошла служить в армии мне здесь 19 лет вот а дочь заказала картину художницы нашу леновской когда мне было 45 лет на юбилей на заказала картину здесь я рядовая 23 воздушная армия город чита вот это я только пошла и конечно я была пока рядовая потом я уже в звание конечно повысилась до дошла до старшего прапорщика такие вот дела потом вышла на пенсию ну что все общем то всем удачного дня хороших путешествий позитива всех вас уважаю обнимаю до свидания